всем привет меня зовут крестьян давайте быстро все бросайте никуда ваши жареные котлеты не убегут потому что я сегодня буду говорить об очень важной теме где мы будем разбирать коллокации господи аж три буквы написал что же это такое а это то с чем вы сталкиваетесь при изучении языка неизбежно потому что именно коллокации являются показателем уровня вашего языка и так все очень просто коллокация это когда слова в устойчивом выражении сочетаются друг с другом грамматически и лексически правильно и в родном языке мы также можем наблюдать некоторые примеры коллокации например глаза не коричневые а карие на сковороду масло наливаем а не наносим также и в английском самый яркий пример эта фраза делать ошибку где студенты говорят дуэми стейк хотя правильно нужно говорить мейками стейк на вопрос зачем это нужно учить я сейчас отвечу дело в том что в английском языке коллокаций достаточно много и вот несколько примеров самых распространенных коллокаций наречия плюс прилагательное totally unbelievable совершенно невероятный или highly impressed сильно впечатленный сочетание глагола существительным pay attention обращать внимание или make room освобождать пространство или же существительное плюс существительное a tube of toothpaste тюбик зубной пасты или abuse of power злоупотребление властью а теперь самое главное учить коллокации нужно потому что это быстро вы запоминаете сразу несколько слов вы не облажаетесь на экзамене вы тренируете память это звучит естественно по-английски и для себя приятно а поэтому что поэтому я приглашаю вас в свое царство знаний сарказма и свободословия где мы будем кочегарить на всю катушку чтобы ваши сертифицированные преподаватели потом тихонько поплакали в кулачок за зря потраченные полторы тысячи долларов потому что им до этого уровня коллокировать коллокировать не перевык локировать и так мы рассмотрим всего три слова это будут самые простые бытовые вещи но вы будете очень удивлены насколько много всего может быть использована с каждым из них первая сигарета сигарет какие же характеристики может иметь простая сигарета поехали а сигарет can be lit или lighted зажженная half-smoked наполовину выкуренная filter tip с фильтром hand rolled самокрутка low tar легкая mental ментоловая в чем сигареты продаются мы можем сказать a pack или a packet of cigarettes пачка сигарет теперь что мы можем делать с этой сигаретой we can smoke a cigarette курить сигарету light a cigarette поджигать сигарету draw on pull on suck on a cigarette затягиваться сигаретой extinguish put out или stop out a cigarette тушить сигарету we can also roll a cigarette скатать сигарету we can flick away a cigarette выбросить сигарету щелчком пальца сигарета может a cigarette can burn гореть glow тлеть теперь переходим к сочетаниям существительное плюс существительное cigarette ash сигаретный пепел cigarette smoke сигаретный дым cigarette butt или end окурок cigarette holder мундштук cigarette burn сигаретный ожог cigarette advertisement или advertisement реклама сигарет теперь давайте возьмем слово огонь или пожар fire fire can be huge масштабный fears шквальный disastrous разрушительный forest лесной house домашний теперь глагольное сочетание catch on fire загораться cause fire вызывать пожар add fuel to the fire подливать масло в огонь fan fire раздувать пожар extinguish или put out fire тушить пожар теперь что пожар может fire can break out вспыхивать blaze полыхать rage бушевать burn гореть spread распространяться sweep through захлестывать damage destroy повреждать уничтожать сочетание существительными fire safety пожарная безопасность fire risk риск пожара fire drill пожарное учение fire alarm пожарная сигнализация fire hose пожарный шланг fire escape эвакуационный выход и на закусончик возьмем такое простенькое слово как сейчас я вот так вот дешевенько сделаю дерево и так каким же может быть дерево список здесь просто огромный поэтому мы рассмотрим лишь несколько характеристик a tree can be deciduous лиственная evergreen вечно зеленая coniferous хвойная native местная massive массивная tall или high высокая stunted низкорослая gnarled корявая как я bear голая leafless безлиственная деревья в совокупности могут быть копс роща кламп заросли grow перелесок belt полоса действия которые можно совершать с деревьями chop down вырубывать climb влезать plant сажать prune подрезать ну и лаун даун быть поваленным ветром produce выпускать если это цветы давать если это плоды предложенные фразы со словом дерево это in a tree на дереве если вы птичка среди веток или листьев on a tree на дереве если это фрукт under a tree под деревом up a tree сверху на дереве вот таким вот образом мы с вами сегодня и закончили именно в таком объеме нужно учить слова и осуществлять словарную работу если вам это видео понравилось то я как всегда жду ваши лайки подписку и комментарии ну а тем кто после этого видео захочет бросить в меня камень я устрою я знаю что вы сделали прошлым летом и накормлюсь устремингом увидимся с вами очень скоро потому что я только разошелся а у меня на этом все до скорого пока